Мы продолжаем следить за ходом расследования калийного дела. И сегодня в прессе появилась информация о том, что компания Уралкари застраховала ответственность топ-менеджмента на 100 миллионов долларов. Договор страхования от 25 июля 2013 года. И полис полностью покрывает понесенные убытки. Это странное совпадение чисел прокомментировали представители Следственного комитета. И вот что выяснили наши корреспонденты. Эта цифра была взята следствием не из воздуха. Речь уже шла об установленной на момент возбуждения уголовного дела сумме ущерба и хищений. Если быть точным, то в распоряжении следствия имелись данные о трех эпизодах преступной деятельности обвиняемых. В настоящее время мы не исключаем, что сумма ущерба может быть значительно выше. Это зависит от имеющихся в материалах дела доказательств, а также от результатов проверки финансово-экономической деятельности белорусской калийной компании. Говоря про этот материал и про это уголовное дело, можно ли рассуждать про криминалы, в частности про страховое мошенничество? В действия подозреваемых, приведшие последствия, которые в некоторых средствах массовой информации называют страховым случаем, не являясь неосознанными или неосторожными. Находящиеся в распоряжении следствия факты говорят о том, что все было как раз таки наоборот. Это указывает на наличие признаков финансового мошенничества. Наступившие последствия как раз таки и стали результатом заранее запланированных и продуманных последовательных действий. Более того, действия обвиняемых и были направлены напрямую для достижения данной цели. Вместе с тем мы не полномочны давать оценку этим действиям, так как этот страховой договор был заключен вне правового поля Республики Беларусь и не затрагивает напрямую интересы нашего государства. Но отмечу, что Следственный комитет готов передать имеющиеся по данной тематике материалы заинтересованным органам. Продолжение следует...